Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Её ведущая Наталья Казынцева. Знают ли читатели, когда в душе человеческой возникает желание оглянуться на пройденный жизненный путь и по осмыслению его написать о себе? По мнению протеерея Артемия Владимирова, это бывает в трёх случаях. Во-первых, тогда, когда сердце испытывает благодарность Создателю за самый дар жизни и исполняется к нему чувством искренней признательности. Во-вторых, когда человек, увидев над собой руководящий перст Божий, сознаёт, что события жизни достаточно значительны и достойны того, чтобы положить их в сокровищницу памяти. В-третьих, книги обыкновенно пишутся с намерением поделиться их содержанием современниками. И с особенным удовольствием воспоминания пишутся, когда нашего труда ждут нетерпеливые почитатели. Все три указанные батюшкой причины и послужили поводом для написания книги, которую мы предлагаем вашему вниманию. Она называется «Такого адреса больше нет». Эта автобиографическая книга рассказывает о творческих исканиях автора-исполнителя Светланы Копыловой, о её приходе к вере и перемене мировоззрения. Автор вспоминает свою жизнь, начиная с детства до сегодня, описывая на страницах повествования самые яркие события и встречи, которые сформировали в ней Личность, способную не без помощи Божией трогать сердца слушателей своими песнями. В предисловии отец Артемий пишет, «В Евангелии сказано, что дерево познаётся по плодам, равно и о качестве вина мы судим, исходя из послевкусия». Внимательно прочитав книгу, я задумался, каково произведённое текстом впечатление. Без сомнения, написана она очень искренно, более того, в исповедальном духе, а это, согласитесь, всегда располагая читателей в пользу автора. Умение осмыслить свою жизнь и взвесить её на весах собственной совести, как полагает отец Артемий, потребовало от Светланы Вадимовны немалого мужества и составляет неотъемлемое достоинство художественной автобиографии. Почему? Потому что самым интересным литературным сюжетом является невыдуманная человеческая судьба, рассмотренная под знаком вечности. «Это вам не фэнтези», — отмечает батюшка. Когда читаешь книгу, создаётся явственное убеждение, что слышишь живой голос любимой многими поэтессы — песни-притчи, которые давно разошлись по всему русскому миру. Она непринуждённо беседует с читателем в присущей ей манере открытости и простоты. Автор намеренно придерживается стиля устной речи — как дышит, как слышит, так и пишет. Слог Светланы понятен и взрослому, и ребёнку. Не буддерствуя о композиции патчи должного, рассказчик ведёт нить повествования, словно пряха, в которой сучит нить неспешно, но целеустремлённо. Вот почему, говорит отец Артемий, взяв книгу в руки, не спешишь отложить её в сторону. «Проживая вместе со Светланой день за днём, год за годом её бытие». Вот, к примеру, какими словами открывает Светлана Копылова свои воспоминания. «Честно, вот уж не думала никогда, что буду писать мемуары. Не думала и не собиралась. Однако ж, очень часто в разных городах мне говорили о том, что люди хотят не только слушать мои песни и смотреть видео, но и почитать что-нибудь обо мне. Как? В наше время высоких технологий вы хотите взять в руки книгу из бумаги? И вот вы уже держите её в руках. Обыкновенную книгу с бумажными страницами. А я считала, что компьютер вытеснил всё, и на сайте выложено много разных интервью и воспоминаний о детстве. Этого вполне достаточно для тех, кого интересуют не только мои песни». Ну что же, спрос рождает предложение. «Я и песни бы свои не стала записывать, если бы на меня не обрушился поток просьб, настоятельных советов и требований людей, желающих их слушать». Начнём с чего же? С самого начала, конечно же. С моих воспоминаний о детстве. Тех, которые особо ярко запечатлелись в моей памяти. «Родилась я, пишет Светлана Вадимовна, в Сибири, в городе, который уютно расположился на берегу самого чистого озера необъятной России. Озеро Байкал, в старинном Иркутске. Много известных имён вписано в историю города. Глубокую память о себе оставили в Иркутске декабристы. И здесь, в бурной ангаре, берущей своё начало из Байкала, а не впадающей в него, как это делают все другие реки, обрёл своё последнее пристанище знаменитый адмирал Колчак. Памятник ему стоит на берегу ангары, самой холодной из всех известных рек, рядом со Знаменским монастырём, где покоятся мощи святителя Иннокентия Иркутского, моего небесного покровителя. Святитель является моим небесным покровителем не только потому, что я родилась в Иркутске, но ещё и потому, что день моего рождения, 22 февраля, совпадает с Днём памяти этого святого. Однако, поскольку я родилась в 2 часа ночи, а в Москве было ещё 9 часов вечера, 21 февраля, разница во времени с Иркутском составляет 5 часов, то, переехав в столицу, я стала отмечать свой день рождения именно 21 февраля, хотя в паспорте у меня записано 22. К слову сказать, у отца Артемия день рождения тоже 21 февраля, и об этом у автора тоже есть своя история. Далее Светлана Копылова рассказывает о своём семейном древе, начиная с прадедушек и прабабушек, о своём младенчестве и детстве, о юношеских мечтах, о подругах и друзьях. Автор вспоминает, как в юности она мечтала научиться играть на пианино. Меня неудержимо влекло к музыке. Но, во-первых, уже возраст был не тот. Тогда принято было обучаться на фортепиано 7 лет, а мне было уже 12-13. Во-вторых, мы жили в квартире с подселением, и в наших двух комнатках для инструмента не было места. К тому же, несмотря на то, что родителям платили северную прибавку, денег всё равно не хватало. В общем, мама отказала в моей просьбе. Я ходила к одной девочке, которая занималась музыкой. И она обучила меня небольшому произведению «Аннушка». Я играла двумя руками, с трепетом касаясь клавиш пальцами, а на самом деле — сердцем. Сейчас мама говорит, что если бы она только могла предположить, что моя жизнь будет связана с музыкой и песней, она бы лучше не доедала, но купила бы мне пианино. Однако сложилось так, как сложилось. Как рассказывает автор, после школы она поступила в авиационный техникум на факультет самолётостроения. Именно там девушка познакомилась с человеком, который научил её играть на гитаре. А потом вдруг Светлана увлеклась театром. И по окончании техникума она поступила в Щукинское театральное училище. Далее были съёмки в фильмах, встреча с будущим супругом и замужество, рождение сына, а потом и первые шаги в храме. Вот как это было. «Однажды, — рассказывает Светлана Вадимовна, — меня пригласили на какие-то кинопробы, и я там встретила Марину, знакомую актрису. Мы с ней давно не виделись и на обратном пути к метро разговорились. Она сказала мне интересную вещь, что уходит в храм. Для меня это было чем-то странным и непонятным, но она так увлечённо говорила об этом, что мне тоже захотелось туда сходить. И вот в один прекрасный день мы с ней встретились и пошли в храм Ильи Пророка, что в Обыденском переулке. Мне всё было непонятно, но что-то притягивало, какая-то таинственность, запах ладана, незнакомые ощущения, умиление и одновременно страха. Это был для меня совершенно другой мир. Я подсознательно верила в Бога, но принять в сердце, безусловно, Его существование мне было непросто». Марина говорила о смерти и страшном суде, о том, что все мы предстанем перед Господом и от того, как мы провели жизнь, будет зависеть, какова будет наша дальнейшая участь. За всё придётся отвечать. А главное, все узнают о моих грехах, все родные и близкие, все знакомые и незнакомые. Мне не хотелось, чтобы все-все узнали о моих грехах. И Марина сказала, «Есть в церкви такое таинство — исповедь. Если ты покаешься, расскажешь обо всех своих злых поступках и мыслях священнику, и он простит тебя от имени самого Господа, ибо ему дана такая власть через апостолов, то все твои грехи уничтожатся и больше никогда не помянутся, если ты, конечно, снова не станешь их повторять». И, как рассказывает автор, ей захотелось пойти на исповедь. И она начала к этому готовиться, что стало для неё определённым испытанием. Но когда таинство исповеди совершилось, по словам Светланы Копыловой, она буквально слетела с амбоном. «Было ощущение, что я оставила там тяжеленный рюкзак, а за моими плечами выросли крылышки», — вспоминает автор. «Я так плакала. Причём слёзы сами лились, я ничего не могла поделать. Это были слёзы радости, очищения, благодати, которую я впервые в жизни ощутила. Мне хотелось всех обнимать и целовать. Казалось, я уже была в раю». А потом, говорит Светлана Вадимовна, «я со страхом и трепетом приступала к величайшему из таинств Матери Церкви — таинству причащения. Теперь было не страшно умирать. Я свято верила в то, что мои грехи были сожжены. И хотя ещё на протяжении нескольких лет вспоминала давно забытое, я уже встала на путь спасения». Как далее складывалась её жизнь и карьера под кровом Всевышнего, автор рассказывает далее в книге. На страницах этой автобиографии немало страниц посвящено православному духовенству. Это не мудрено, отмечает отец Артемий, ведь Светлана — глубокого церковлённая христианка. Наш благочестивый народ благоговеет перед своими духовными наставниками. Каждый носитель священного сана осенён благодатью Христовой, которая и является главным действующим лицом в общении пастыря и его посомых. Эта благодать, зачастую укрывающаяся от самого батюшки, просвещает и назидает верующие сердца. Она сквозит в ответах и наставлениях пастыря, разрешает мысленные недоумения прихожан иногда самым неожиданным образом. Читатели, наверное, знают из Библии, что в иных случаях благодать Божия и о слов заставляла говорить членораздельной речью. Впрочем, в книге воспоминаний немало остросюжетных повествований, из которых видно, что и батюшкам свойственно как людям ошибаться. А автор с его живым темпераментом и контрастным характером становится тем более дорогим читателю, чем менее скрывает перед ним собственное несовершенство. Эта книга, по словам протеерея Артемия Владимирова, учит дорожить бесценным даром — временем. Умея не думать о секундах свысока, Светлана ловит каждое мгновение, отпущенное ей для молитвы, творчества, служения семье, любимому храму и России. А в книге, как и в её песнях, мгновения останавливаются, кристаллизуются, превращаясь в наше общее достояние. Кому предназначен этот литературный труд? «Думаю», — говорит батюшка, «он посвящён всем, кто знает и любит русскую артистку, ценит её творчество и хотел бы из первых уст узнать побольше о Светлане Копыловой. Я бы настоятельно рекомендовал изучить её биографию тем молодым людям, которые желают славы, хотят стать известными, но о многом не ведают и даже не догадываются», — говорит отец Артемий. Современная молодёжь не всегда понимает, что без труда не выловишь рыбку из пруда, и что лишь стремление служить Богу и людям, дарованным свыше талантом, приводит к подлинному успеху. Книга учит, что уцелеть в мире современного искусства может лишь тот, для кого спасение души отнюдь не образное выражение. На этом время нашей программы подошло к концу. Дорогие друзья, прощаюсь с вами и напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok